Всем привет! Я Яла. У нас сегодня с вами две большие темы. Первая это определенный артикль и вторая это прилагательные. Начнем мы с определенного артикля. Как мы уже говорили с вами в предыдущем уроке в шведском языке два рода и два неопределенных артикля. В определенном артикле переносится в конец слова и получается. Обратите внимание, что в определенном артикле только одна. Если слово заканчивается на гласную, то добавляется только одна буква n или t. Например, en flicke, flicke, et piano, pianot. Определенный артикль используется в шведском языке почти в тех же случаях, что и в английском языке. Хотя есть небольшая разница и о нем поговорим в следующих уроках. Главный принцип тот же. Определенный артикль используется, когда мы говорим об уже известном конкретном предмете, а не определенный, когда предмет является одним из многих, и когда можно мысленно подставить вместо него цифру 1. В предыдущем уроке мы с вами научились говорить о том, что у нас что-то есть. Например, johorenbille. У меня есть автомобиль. Давайте продолжим историю дальше. johorenbille. Billenevit. У меня есть автомобиль. Этот автомобиль белый. То есть в первом предложении это новая информация, и мы как бы говорим «у меня есть один автомобиль», а во втором предложении мы уже знаем, о чем идет речь. Также определенный артикль используется, когда мы говорим о предметах, единственных в своем роде. Например, johorenbille. Солнце. Сейчас мы будем с вами составлять фразы, подобные уже упомянутой Billenevit. Автомобиль белый. Для этого нам понадобятся прилагательные. В русском языке несколько форм прилагательных в зависимости от рода и числа, например, большой, большая, большое, большие. У прилагательных в шведском языке тоже несколько форм, а именно три. Для n-слов, et-слов и множественного числа. Для et-слов мы добавляем в конце t, для множественного числа a. Есть еще определенная форма прилагательного, но она совпадает с формой множественного числа у всех прилагательных, кроме одного, и о ней мы поговорим позже. Итак, давайте сейчас выучим несколько базовых прилагательных. В некоторых из них нам встретятся исключения. Ню, нют, нюя, новый. Ун, унт, унга, молодой. Гаммаль, гаммальд, гаммла, старый. Бро, хороший. Доли, долит, доля, плохой. Стур, стут, стура, большой. Литен, литет, смо, маленький. Лон, лонт, лонга, длинный или высокий. Кот, кот, котта, короткий или невысокий. Дюр, дют, дюра, дорогой. Билли, биллит, билья, дешевый. Лет, лет, летта, легкий. Свор, свод, свора, сложный. Интересант, интересант, интересанта, интересный. Рули, рулит, рулия, веселый или забавный. Троки, трокит, трокия, скучный или грустный. Ваккер, ваккет, вакра, красивый. Есть и другие слова со значением красивый. Например, финн, финт, финна. Снюг, снюгт, снюга. Это в основном про людей. А некрасивый это фюль, фюльт, фюла. Теперь давайте строить фразы. Мы с вами пока не изучали множественное число существительных, так что примеры будем придумывать пока что только на первые две формы. Букин и интересант. Книга интересная. Фильм и на троке. Фильм скучный. Ресторан гене ню. Ресторан новый. Фроган и свор. Вопрос сложный. Вескен и билли. Сумка дешевая. Эплет и литет. Яблоко маленькое. Хюсет и дюрт. Дом дорогой. Федрит и долит. Погода плохая. Рюмет и стурт. Комната большая. Бурет и лонт. Стол длинный. Теперь переделаем эти предложения, чтобы получилась не книга интересная, а эта интересная книга. Для этого нам понадобится фраза для ие. Это есть. Подобно английскому it is. Артикль снова будет неопределенным. Дэрин интересант бук. Это интересная книга. Дэрин трокий фильм. Это скучный фильм. Дэрин ню ресторан. Это новый ресторан. Дэрин свор фрога. Это сложный вопрос. Дэрин билли веска. Это дешевая сумка. Дэрит литет эпле. Это маленькое яблоко. Дэрит дюйт хюс. Это дорогой дом. Дэрит дулит вэдер. Это плохая погода. Здесь мы не используем неопределенный артикль, потому что вэдер это неисчисляемое слово. Дэрит студ рюм. Это большая комната. Дэрит лонт будь. Это длинный стол. И это все на сегодня. Увидимся в следующий раз. Дэрит фрэда. Ха рэсэбра. Хи-дом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА